от момента написания первой зарисовки до издания романа 9 лет прошло таланты это 10 процентов успеха талантливых людей очень много в тех или иных областях но если талант не развивать никакого смысла в нем не будет любой талантливый человек не работая над своим произведением является графоманом в какой-то степени надо четко понимать что ты именно хочешь какую цель перед собой ставишь и просто идти к этой цели не обращая внимания ни на кого я стала искать людей которые могли дать бы мне какой-либо отклик на мое творчество сначала я искала отклик за деньги условно говоря где мне говорили что пеките пироги вам это скорее всего лучше удастся не лезьте в литературу этой не ваши пошла учиться и вот именно магистратура дала мне ту самую филологическую базу которая позволила до в дальнейшем просто сборник рассказов доработать до роман я получила те знания которых мне не хватало ну и до сих пор получаю понятно то есть я дальше пошла в аспирантуру ну и плюс я встретила людей которые опять же там уже на кафедре поддерживали помогали участвовали беляева ирина анатольевна она работает у нас в институте гуманитарных наук профессор кафедры русской литературы она мой научный руководитель вот она для меня пример для подражания потому что несмотря на свой огромный опыт уже и преподавание работой уже сколько всего написано этим человеком да она все равно продолжает готовиться к своим занятиям человек который неравнодушен к своему делу знаете не вот под копирку там 10 лет назад вот меня как научили я так и буду вести теперь то это предмет все время находится в развитии вот я думаю что любой преподаватель должен все время находиться ну условно говоря в развитии себя своего творческого потенциала все время чему-то учиться иначе успеха не будет ночи я поуспокоилась и начала размышлять почему же тля такая необучаемая ведь понятно же объясняю и не один раз даже показываю в чем же дело проворочившись своей кроватки до утра я пришла к выводу что в моей педагогической системе есть серьезный просчет а сейчас я преподаю в колледже у нас в институте и спо детскую литературу с практиком по выразительному чтению мне просто нравится преподавать я думаю что это мое мне нравится отклик аудитории мне нравится рассказывать что-то новое мне нравится общение с людьми я максимально делюсь своим творчеством на страницах фейсбука например я там нашла своего читателя мне это очень комфортно я например всегда считала что книги пишется не для критиков а все-таки для людей поэтому например мнение читателя для меня важнее чем мнение критика хотя по статусу понятно что критик он выше но имея обратный отклик от того же читателем можно понять что-то упустил где мог накосячить да скажем так у меня такое было несколько раз там я прежде чем отдать роман в публикацию я на протяжении там двух-трех лет публиковала фрагменты из него в своих соцсетях и если говорят что господи вы полная бездарность не пишите не впадать там в полную депрессию отчаяния и говорить все я больше не буду писать писать не останавливаться на достигнутом помнить о том что в себя всегда надо вкладывать учиться развиваться не обращать внимание на мнение окружающих ну обращать ну скажем тогда и избирательно